Через основные показательные выступления «Чудо-лестница» уже прошла. В МЧС одобрили. До конца сентября машину сертифицируют. Будет она хорошим подспорьем для пожарных частей в городах, говорят разработчики. Там, где дома, 9-12 этажей. Основная идея – это замещение нескольких изделий в одном, что позволит пожарным частям в небольших городах не держать большую номенклатуру машин, а довольствоваться ровно одной, потому что усиленная всего лишь одной цистерной, которая есть в любом почти населенном пункте, она позволяет как спасать, так и тушить. То есть фактически она замещает с собой целую россыпь разных машин, позволяя экономить и при этом не снижать качество как в тушении, так и в спасении. Подъемник совмещен с пожарной лестницей. Люлька рассчитана на троих человек. Возможно, подача потока огнетушащих веществ без ручной прокладки рукавов вдоль лестниц и установка лафетного ствола. При этом эвакуировать людей этим подъемникам можно не только с высоты, но и с подвалов-провалов. В будущем году автокран выпустит 10 таких машин с перспективой дальнейшего роста. Спрос ожидается высокий. Отечественных аналогов у подъемника не существует, а зарубежные гораздо дороже. Глава региона при знакомстве с новинкой вспомнил, как предприятия возрождали после банкротства. Расскажите, мы помните, как с вами вместе автокран спасали. Понятно, в 2017 году вообще ноль кранов было, я правильно помню? Да. В 2018 было произведено 150. Сколько сейчас в 2022? В 2022 год закрыли 450. В этом году идем немножко быстрее, порядка 500-550, там зависит от поставки шасси. Но в следующем году уже снова расставим на 50%. То есть 750 от планов с текущего года. Позднее на встрече рабочие поблагодарили главу региона за внимание к предприятию. Многие помнят, что именно по просьбе Воскресенского новый инвестор погасил долги по зарплате, оставшиеся от прежнего собственника. Теперь озвучили новую проблему – дефицит кадров. Скажите, пожалуйста, что в Ивановской области предпринимается для решения кадров и проблем? Станислав Воскресенский рассказал о том, что правительство помогает наладить сотрудничество промышленным предприятиям и колледжам. Так на заводе проходят практику студента шести профучилищ. Но руководству стоит задуматься о повышении зарплаты. Понимаю, что есть у руководства предприятия понимание рентабельности, завод должен быть устойчивый, в долги не залезать. Но все-таки надо двигаться к повышению зарплаты. Знаю, что вам уже повысили в этом году, но я думаю, что, еще раз подчеркиваю, люди труда должны могут получать больше. Сейчас на машиностроительном заводе работает около тысячи сотрудников. Средняя зарплата – примерно 50 тысяч рублей.